Тигр-1 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 Давайте осмотрим повреждения. Например, здесь, на маске орудия и на основании ствола орудия. Когда снаряд прошёл под стволом, он оставил сколы, повредил маску орудия вот тут и после этого встал клином между башней и корпусом. В тот момент орудие смотрело вперёд. Попадание вмяло крышу над мехводом и его помощником. По фотографиям того времени видно, что повреждения были достаточно ощутимые. Мы опять же не знаем, ранило ли кого-то это попадание. Тут видно ещё одно повреждение, возможно, от шестифунтового снаряда, от огня одного из Черчиллей. Снаряд отколол часть подъёмного крюка, и мы видим чистый металл. Ещё снаряд попал сюда. Определённые повреждения, заметные и сбоку машины. Мы полагаем, что это от осколков, от взрывов фугасных снарядов. А ещё есть повреждения сзади. Очевидно, вокруг танка взрывались и фугасы. Тут виден нанесённый ими урон. Мы знаем, что повреждён был люк заряжающего. Не командира, а именно квадратный люк заряжающего. Есть фотографии, на которых видно, что он разбит попаданием. Потом его заменили. А были ли ранения от этого попадания, нам тоже неизвестно. Мы не знаем точно, что произошло, но экипаж покинул танк. Как я уже говорил, согласно журналу военных действий, команда запаниковала. То есть экипаж «Тигра-131» запаниковал и бросил танк. На следующий день бойцы 48-го королевского танкового полка штурмовали высоту на Черчиллях. Полк понёс потери и отступил. Но когда солдаты вернулись на поле битвы, то нашли покинутый экипажем «Тигр». Бойцы обошли его, рассмотрели, выбили заклинивший снаряд. И тут мы поняли, что захватили первый «Тигр». На месте была проведена фото- и киносъёмка танка, после чего его отправили в Тунис, куда приехал Черчилль. Он осмотрел танк, и король осмотрел танк. Танк выставили на показ. А потом увезли в Британию, в город Черции, где провели экспериментальный анализ. Танк полностью осмотрели, разобрали его, обмерили, описали, сделали огромный доклад, собрали, постреляли из орудия. И только после войны, аж в 1951 году, после всех экспериментов, его передали в Танковый музей. Тут он многие годы является одним из самых популярных экспонатов. В конце 90-х мы начали программу по возвращению танка в рабочее состояние. Теперь мы периодически выкатываем его на всякие мероприятия и праздники. Мы сообщаем об этом событии и демонстрируем всем желающим танк в действии. Теперь мы более детально рассмотрим некоторые части «Тигра-1». Начнём слева. Тут бросается в глаза защита гусениц. Интересным моментом в «Тигре» было то, что обе защиты гусениц, как левая, так и правая, поднимались, давая доступ сюда. Заметим, что почти все элементы по сторонам откидываются. Причина в том, что у «Тигра» были транспортные гусеницы для транспортировки по железной дороге, так как с обычными танк не проходил в большинство тоннелей. Так что вставили транспортные, а все надгусеничные полки поднимали и закрепляли. Некоторые детали, например, брызговики, снимались, чтобы танк прошёл. Ещё стоит отметить проушину вот здесь. Она нужна для того, чтобы вставить внутрь подъёмную раму. На установленной раме был крюк и противовес на конце. Они помогали при смене ведущего колеса на гусеницах. Перейдём к правой стороне машины. Первое, что мы видим, — это место переднего стрелка и радиста. Один человек совмещал обе эти функции. Снаружи хорошо видно крепление для пулемёта МГ-34. Интересно, что пулемёт имел неплохой сектор обстрела. Он мог двигаться по 15 градусов влево и вправо, и вертикально от минус 10 до плюс 20 градусов. Как известно, «Тигр» мог выполнять форсирование глубоких водоёмов по дну. Хотя, согласно записям, реально такое форсирование никогда не выполнялось. Но расчёт на него сильно увеличивал стоимость производства. Снаружи находится обод, на котором видны две петли и шпильки с зажимами. При подготовке к форсированию на это место накручивалась крышка для защиты переднего стрелка и для предотвращения доступа воды в танк. Двигаемся дальше вправо. Мы добрались до места механика-водителя. Вот бронированный лючок мехвода, закрывающийся изнутри. Отметим несколько моментов. Наверху видны два заваренных отверстия. Они остались от ранней версии «Тигра». Туда устанавливался бинокулярный перископ, который заменили на поздних этапах разработки. Заканчивается эта сторона практически идентично левой. Тут также гусеница с надгусеничными полками. Они также поднимаются и убираются. Мы двигаемся сбоку танка. Тут отчетливо видна конфигурация гусениц. Позже мехвод танка расскажет нам намного больше о ходовой части. Я хотел бы вернуться к транспортным гусеницам. Стоит отметить еще кое-что. Когда устанавливали эти гусеницы, то снимали все внешние катки, для того чтобы облегчить этот процесс. И еще несколько пунктов. Сверху вы видите буксировочный трос. Кроме того, сбоку видно еще один трос, хотя, конечно, он не оригинальный. Вернемся к основным частям танка. Отсюда четко видна маска орудия, за которой скрывается 88-мм орудие. Интересный факт об этом орудии. Это одна из первых ста произведенных масок орудия этого типа. Это видно по вот этому вырезу на краю нижней грани. Вырез этот появился таким образом. Порше считал, что получит контракт на производство корпусов и других частей для танка Тигр-1. И выпустил много башен с этими вырезами из-за поднятого отсека двигателя на варианте Порше. Если бы не он, башня бы цепляла отсек двигателя. Благодаря этому мы знаем, что этот танк был одним из первых ста произведенных. Итак, одна из вещей, которые делали Тигр-1 выдающимся танком на поле боя. Это 88-мм орудие, использовавшееся на нем. Оно базируется на немецком зенитном орудии Флаг-36. Сам Гитлер настоял на том, чтобы использовать пушку Флаг-36. И это вызвало серьезные проблемы, так как отдача была невероятно сильной. Из-за этого на Тигр-1 установлен гидропневматический амортизатор и рекуператор, очень схожий с теми, что установлены на современных танках. Мы осмотрим их чуть позже, когда попадем внутрь башни. Еще одна вещь, выделявшая танк среди других его времени, это бронирование корпуса. Благодаря ему на начальных стадиях войны у союзных войск почти не было орудий, которые могли бы повредить танк. Броня имеет толщину до 100 мм. Использовалась катанная гомогенная броня. Процесс проката делал ее крепче, чем любые аналоги, имевшиеся в то время у противников. И еще кое-что, раз уж мы затронули вопрос отдачи 88-мм орудия. Мы ясно видим на конце ствола пушки характерный дульный тормоз с двойной перегородкой. Причина его установки в том, что он реально гасит почти 70% отдачи. Этот тормоз настолько важен, что если его повреждали в ходе боевых действий, то экипажу запрещалось вести огонь из главного орудия. Теперь мы немного пройдемся к башне танка. Отметим всего несколько моментов. Во-первых, места экипажа, на которые мы посмотрим немного позже. Если мы посмотрим вниз на переднюю часть танка, то справа будет место, где сидел стрелок-радист. Люки очень простые. Также у него был установлен отдельный перископ. Видите, по кругу идет резиновый уплотнитель. Продвигаемся к месту механика-водителя. Тут подъемный блок, различные отсеки для инструментов. Также тут находится вентиляционный клапан. В самой крайней левой части танка находится люк механика-водителя. На его место мы посмотрим позже, когда попадем внутрь танка. Но один интересный факт отметим. Если честно, я этого не знал, пока не попал сюда. Если вы в фильмах или на фотографиях видите, как кто-то ведет тигр с высунутой наружу головой, на самом деле это физически невозможно. Если взглянуть внутрь танка, то видно, что механик-водитель и стрелок находятся ближе к центру танка. Так что, скорее всего, наружу смотрел кто-то другой. Что достаточно интересно. По бокам башни находятся подъемные крючи, о которых я уже говорил. Они находятся с каждой стороны башни. Также мы вблизи видим маску орудия. А тут находятся пусковые механизмы дымовых гранат. На «Тигре-1» было два блока пусковых механизмов для дыма. По три на каждую сторону башни, слева и справа. Управление пуском находилось на позиции командира. Туда мы отправимся позже. Если мы взглянем на правую часть башни, то увидим первую из смотровых щелей. Это смотровая щель для места заряжающего. Через нее у заряжающего был очень небольшой обзор. Мы перешли на крышу башни. Отметим тут несколько вещей. Во-первых, обратим внимание на люк запасного выхода. Он находится в задней правой стенке башни. Он невероятно тяжелый, и это конструкторская недоработка. При открытии изнутри он откидывался. То есть он просто падал, когда изнутри его открывали. И нужна была помощь человека снаружи, чтобы снова закрыть его. По многим записям видно, что этот люк часто использовался для пополнения боекомплекта в «Тигре». Это достаточно быстрый способ загрузить боеприпасы прямо в башню. Внутрь башни мы попадем через минуту. Отметим еще пару вещей. Вот бронированные кожухи вентиляторов. Как будто неровно обрезано. Вентиляторы под ними проветривают отсеки экипажа. И вот очень простой по конструкции люк заряжающего. У этого люка есть два положения. Его можно открыть или поставить на проветривание, чтобы впускать внутрь воздух. Тут опять виден резиновый уплотнитель по контуру. Позади башни находится, пожалуй, единственный отсек для хранения вещей в «Тигре». Тут небольшой ящик, в котором находятся некоторые инструменты и личные вещи экипажа. Да, вот здесь. В «Тигре-131» сохранились оригинальные навесные замки, которые шли в комплекте с танком. И это действительно неожиданно. Двигаясь дальше, видим амбразуру. Она использовалась для личного оружия. Через нее экипаж мог отстреливаться в случае, когда кто-то забрался на танк. Например, на крышу моторного отсека. Экипаж мог использовать личное оружие, например, МП-40 для стрельбы по противнику. Небольшая простая амбразура. Итак, мы почти закончили внешний осмотр башни. На самой башне мы отметим еще пару вещей. Вот еще одна смотровая щель. Вот тут сзади можно найти еще один перископ. Это верхний перископ. В этом месте сидел наводчик, прямо за этой перегородкой. Наконец, второй блок пусковых механизмов для дыма. Осмотрим командирскую башенку. Очень простая коническая конструкция. Люк командира также сконструирован очень просто. По краю находится очень прочный резиновый уплотнитель. Отметим пару ключевых вещей. Тут находится несколько смотровых щелей. За ними находятся перископы, которые мы увидим, когда попадем в командирскую башенку. Здесь мы видим индикатор азимута. По ободу стоят цифры от 1 до 12. Они использовались командиром для подачи указаний наводчику, у которого была такая же шкала на его позиции и по которой он мог наводить орудие. Позицию наводчика мы рассмотрим чуть позже. И последнее — две полые трубки вот тут. Они использовались для защиты от солнца. Тут можно было установить тент, который обеспечивал экипажу тень. Итак, к нам присоединился Иэн. Иэн — один из мехводов музея, которым посчастливилось водить «Тигр-1». Спасибо, что составили компанию, Иэн. Мы каждое утро проводим подготовку к выезду на всех наших танках, и «Тигр» — не исключение. Чтобы показать, что входит в такую подготовку именно для «Тигра», Иэн проведет быстрый обзорный инструктаж. На «Тигре» подготовка достаточно долгая и сложная. Но лучше предупредить поломки, чем потом все чинить. Первое, что нужно проверить на «Тигре», — это состояние гусениц. Как сами гусеницы, так и их соединения со временем изнашиваются. Звенья соединены шпильками с шайбой на конце. Нужно проследить, чтобы они были в порядке и нигде ничего не отваливалось. Проверяем натяжение гусениц. Если гусеница натянута слишком слабо, то она будет болтаться и усложнять управление танком. С обеих сторон танка — ведущее колесо. Каждая из этих колес заполнена смазкой, и ее уровень нужно регулярно проверять. Если смазки останется слишком мало, это может вызвать серьезную поломку ведущего колеса. А мы этого, конечно, не хотим. Как я уже говорил, шестерни располагаются с обеих сторон корпуса. А зачем тут поддон? Смотрите, тут что-то подтекает. Тут всегда что-то подтекает. Главное — проверять уровень смазки. Если ее достаточно, все хорошо. Также мы проверяем все ведущие колеса. Повреждения зубцов, любые засечки или сколы. Теперь о катках. Крепления каждого катка регулярно проверяют и смазывают. Резиновые амортизаторы на катках регулярно осматривают на наличие трещин и расслоения, или просто очень сильный износ. Здесь находится лючок к двигателю для запуска двигателя вручную. Можно заглянуть в него, посветить фонарем и осмотреть отсек двигателя. Это трубки охлаждения. Двигатель нужно проверить на наличие потеков масла и других жидкостей. Ищем любые следы протечки. Как видите, сейчас пол достаточно сухой и чистый. На корпусе «Тигра» находятся толстые защитные пластины. Иногда мы их снимаем, чтобы осмотреть танк на наличие потеков, протечек и других поломок. Конструкция просто удивительная. Даже на танках «Челленджер 1 и 2» снизу установлены поддоны для сбора протекающих жидкостей. И тут тоже не обходится без периодических протечек. Вернемся к регулировке натяжения гусениц. Натяжители находятся вот тут. Это очень необычно. Да, они находятся внутри. Гусеницы натягиваются через отверстия под этими крышками. Ин, расскажите, как определить, что натяжение установлено верно? Для этого нужно проверить положение гусеницы. Она должна касаться второго и внешнего ряда катков одновременно. То есть сейчас положение правильное. Есть два способа, чтобы завести «Тигра-1». Первый, как обычно, запустить двигатель при помощи электрического стартера с места мехвода. Второй – ручной запуск при помощи рукояти. И он сейчас покажет, как происходит ручной запуск двигателя. Для начала нужно открыть этот лючок, ведущий к двигателю. Теперь нужно установить переходник для рукоятки запуска. Чуть ниже хранится сама стартовая рукоятка. Вставляем её до упора, чтобы она зашла в стартер. Вращаем рукоять и вуаля. Это легко? Нет. Мы перешли на крышу моторного отделения танка. И он покажет нам, что здесь к чему. При подготовке к выезду мы проверяем три главных фактора риска в отсеке двигателя. Вот тут, по обе стороны танка, находятся приводы вентиляторов охлаждения. Один слева, один справа. Каждый заполнен маслом и имеет масляный щуп для проверки его уровня. Их мы проверяем, когда танк не заведён. После старта двигателя эти приводы запускаются, и мы проверяем их ещё раз при запущенном двигателе и работающих вентиляторах. Идёт двойная проверка. Далее мы проверяем основной уровень масла двигателя. Бак для моторного масла находится прямо подо мной. Тут используется система с сухим картером и отдельным баком для масла. А ещё здесь находится масляный щуп. Проверка простая. Вытаскиваем щуп, и если на нём достаточно масла, можно заводить двигатель. Возвращаем щуп на место, и опять всё внимательно проверяем. Вокруг двигателя очень много шлангов и трубок с охладителем и бензином. И любой посторонний запах может говорить о проблеме. Двигатель бензиновый, и нужно тщательно всё проверять. Продолжаем подготовку тигра к выезду. И теперь нам необходимо проверить охладитель. По сторонам в задней части танка находятся два радиатора. Проверим радиатор, находящийся под моими ногами. Нужно просто открутить крышку и проверить уровень охладителя, а потом осмотреть радиатор на предмет протечек или повреждений. Кроме того, под ногами Ричарда, под решётками, находятся вентиляторы охлаждения. По два с каждой стороны. Перед выездом мы поднимаем решётки и проверяем вентиляторы на износ и повреждения. Они должны свободно вращаться. Ещё нам нужно проверить топливо. Бак находится вот тут, сбоку танка. Я снял ещё один защитный лючок. Вот крышка топливного бака. Именно через неё бак заполняется. Такой роскоши, как шкала топлива, тут нет. Уровень топлива проверяется щупом, который опускается в бак. Вот, в принципе, и всё, что нужно проверить снаружи танка «Тигр» перед выездом. Итак, теперь мы посмотрим на водительский отсек «Тигра». Первое, что бросается в глаза, если смотреть на танк изнутри, это то, что люк расположен со смещением. Это необычно, но выглядит достаточно удобно. Прямо передо мной руль. И опять же, нечасто увидишь в танках вот так расположенный руль. А теперь Иэн покажет нам основные элементы управления танком, находящиеся на месте мехвода. Очевидно, что самым главным элементом управления является руль. На руле установлен гидравлический усилитель. Возможен и второй вариант управления танком, при помощи стандартного набора рычагов, расположенных по бокам от меня, около коленей. При управлении «Тигром» достаточно сложно получить хороший обзор через эту смотровую щель. Абсолютно не видно передней части танка, краев гусениц. Приходится полагаться на подсказки людей снаружи. При показательных выездах на открытых пространствах это не мешает, но в стесненных условиях сложновато. Поэтому у нас всегда снаружи танка находятся люди, направляющие мехвода жестами и по радио. При этом одним глазом нужно смотреть наружу через визор, а вторым следить за температурой, давлением масла, показаниями тахометра. Самое главное – давление масла. Вот шкала, показывающая его. Как только танк завелся, датчик должен зашкаливать. Значит, давление хорошее. Кроме того, важен охладитель. Справа от меня находится рычаг топливной заслонки. Большую часть времени она приоткрыта, особенно это важно при запуске двигателя. Чуть позже я покажу топливный насос-праймер, находящийся в боевом отсеке. Снизу вы можете увидеть педали. Они расположены очень близко друг к другу, почти как в болиде «Формулы-1». Из-за этого в больших сапогах даже сложно ввести танк. Педали такие же, как на автомобиле. Газ, тормоз и сцепление. Справа от нас проходит карданный вал, соединенный с коробкой передач. А затем выходной вал, соединенный с рулевым приводом. Далее через тормозной привод они соединены с ведущими колесами. Слева от меня ручной тормоз. И его нужно просто потянуть. Это активирует главный ручной тормоз. При переключении передач на «Тигре» задействован также специальный рычаг переключения хода, возле моего правого колена. Он переключает движение вперед или назад, или ставит на нейтраль. Над ним — ручка включения. Для того, чтобы включить передний или задний ход, нужно нажать на эту ручку. Тут находятся сами передачи. На «Тигре» используются четыре передачи. Между ними существуют пониженные для движения по сложной местности. По сути, на «Тигре» восемь передних передач и четыре задние. Также на месте механика-водителя, в отличие от места стрелка-радиста, находятся эти горловины. Они от ведущих колес, которые я показывал вам снаружи. Через эти горловины в колеса заливается смазка. И на них есть клапан. Небольшой клапан, через который заливается смазка. Должен сказать, на этом танке все очень продумано. Работать с ним — одно удовольствие. Сейчас мы в боевом отделении танка. Мы стоим на полу башни, под которым проходит карданный вал. Изначально на «Тигр» устанавливалось четыре батареи. Но на этом используются только две, благодаря сделанным нами модификациям. Они тоже находятся под полом башни. Перед запуском их обычно снимают для проверки уровня заряда. Нужно знать, смогут ли они запустить «Тигр». Вот еще одно устройство для пуска двигателя. Это топливный насос-праймер, который подкачивает топливо в карбюраторы. Обычно достаточно качнуть от шести до восьми раз. Это накачает в карбюратор достаточно топлива для запуска двигателя. Для этого и есть праймер. Справа от нас находятся топливные клапаны танка. Один находится прямо тут справа, второй вон там слева. Но мы не пользуемся этими двумя баками. Мы используем только баки с правой стороны машины. Клапаны нужно установить в позицию 3. Так выбирается главный топливный бак. Позиция 2 выбирает резервный бак, а позиция 1 полностью отключает подачу топлива. Мы всегда держим их выключенными до запуска мотора танка. Итак, включаем клапан в позицию 3, чтобы завести танк. Включаем главный рубильник питания, включаем электричество. И после всех этих действий водителю просто остается завести танк. Если есть какие-то проблемы, подозрения на протечку топлива, неполадки или пожар, нужно выключить главный рубильник, чтобы перекрыть подачу топлива. Поэтому при выезде и запуске танка всегда присутствуют двое или трое человек. Они следят за безопасностью и ищут признаки пожара. Итак, подача топлива и электричества включены. Теперь можно завести танк. Для начала нужно проверить, что руль выставлен в центральное положение, и выжать педаль сцепления. Чтобы быть полностью уверенным, что танк не двинется с места, ставим его на ручник. Сбоку от коробки передач небольшая черная ручка, нажав на которую, можно включить передний или задний ход танка при помощи рычага переключения. Для начала я проверяю, что рычаг стоит в нейтральном положении. Теперь я перехожу к панели зажигания. Вставляю ключ зажигания и поворачиваю на два щелчка. После этого зажигание должно включиться. Справа от меня рычаг управления заслонкой. Я бы включил небольшой подсос. Кроме того, члены экипажа в боевом отделении также могут пару раз качнуть праймер, чтобы в двигатель пошло топливо для зажигания. Теперь жмем кнопку зажигания, и вот танк работает. Обычно я довожу обороты двигателя до тысячи. Если оставить холодный танк на холостом ходу надолго, он начнет захлебываться. Так что хорошо при запуске дать танку поработать на тысячи оборотов. Это его прочистит и прогреет намного быстрее. Через некоторое время подсос можно выключить, а прогретый двигатель уже будет работать ровно. Прогрев нужен, чтобы поднять температуру всех масел до оптимальной. Например, масло в коробке передач, в ходовой — моторного масла. Если не делать прогрев, то включение передачи будет очень тяжелым. В принципе, это всё. Экипаж танка состоял из пяти человек. Иэн уже показал нам место механика-водителя. С этой позиции мы переместились вправо, и сейчас мы находимся на месте переднего стрелка-радиста. Стрелок также нес ответственность за поддержание радиосвязи. Слева хорошо видны оригинальные радиостанции, шедшие в комплекте с «Тигром-131». Комплектация радиостанций менялась в зависимости от того, был этот танк командирским или нет. Радио обычно работало на коротких волнах, но командирские машины могли передавать сигнал на большее расстояние с большей мощностью. Тут достаточно много места и вполне удобно. Всё очень просто. Прямо передо мной один из двух установленных в танке пулемётов МГ-34. Второй пулемёт установлен соосно с главным орудием. Управление пулемётом очень простое. Стоит отметить, что пулемёты МГ-34, которые ставили на танки, отличались от пулемётов, которые использовались на обычных огневых точках. Их стволы были на три четверти длины покрыты бронёй. Это защищало пулемёт от шрапнеля и других повреждений. Вот очень простой упор для лба. А также обычный окуляр прицела для наведения. Как уже говорил Иоанн, прямо передо мной находится корпус трансмиссии. Мы уже упоминали, что при передвижении в танке очень шумно. Как на месте мехвода, так и на месте стрелка. Справа находится ниша для хранения боеприпасов к пулемёту. По всему танку достаточно много отсеков для хранения различных предметов и инструментов. Чуть позже мы взглянем на них. Например, снаряды к орудию хранились по большей части в башне под полом. А вот клапан для заливки масла, ведущий колесо, аналогичный тому, который мы видели на месте мехвода. Этот клапан отвечает за смазку ведущего колеса по правую сторону танка. А так они одинаковые. Мы переместились на место наводчика, который находится прямо под местом командира танка. Как видите, тут не очень много места. Справа от меня находится затвор орудия. Прямо передо мной находится прицельное приспособление наводчика. В данном случае это бинокулярный прицел типа 9 Браво. Очень простой и очень хороший прицел. Он дает 2,5-кратное увеличение и угол обзора в 25 градусов. Прицельная сетка на нем также достаточно простая. Я надеюсь, что мы сможем ее показать чуть позже. По сути, сетка состоит из маркеров в виде перевернутой латинской V. Итак, если мы взглянем под затвор, то увидим колесо вертикальной наводки. Им наводчик поднимает или опускает орудие. И еще одна важная деталь. По другую сторону от колеса наводки находится спусковой механизм. С его помощью наводчик управлял выстрелом орудия. Прямо под местом наводчика есть несколько интересных элементов. Тут находятся несколько педалей. Одна из педалей кулисного типа. С помощью нее управляли поворотом башни тигра. Нажатие можно выполнять носком и пяткой. Это, соответственно, повернет башню влево или вправо. На полной скорости вращения башню можно было повернуть на 360 градусов за 60 секунд. Последняя педаль на месте наводчика отвечает за стрельбу испаренного МГ-34. Она очень простая, у нее всего одно предназначение. Хотя она не очень надежная, так как задействовано достаточно большое количество соединений с самим пулеметом. По левую сторону позиции наводчика находится индикатор Азимута, который очень важен. Как мы уже говорили, такой же установлен на месте командира. Индикатор Азимута пронумерован от 1 до 12. Таким образом, командир и наводчик могут координировать свои действия. При помощи индикатора командир мог быстро указать направление наводчику. Кроме того, слева находится смотровой прибор. Мы видели его на боку башни снаружи. Также тут находится перископ. Прямо над ним установлены две вентиляционные трубки. Они нужны для того, чтобы подводить в отсек экипажа свежий воздух. Таким образом, команде не приходилось надевать громоздкие респираторы или противогазы, что, естественно, стало бы проблемой. Наконец, мы видим аварийный блок ведения огня. При возникновении проблем этот блок помогал взорвать капсюль на снаряде и произвести выстрел из орудия. Последнее, что стоит отметить на месте наводчика, это колесо ручного поворота башни. При поломке, выводившей из строя поворотный механизм, можно было повернуть башню вручную. Но перед тем, как это сделать, нужно было отключить запирающий рычаг, находящийся под погоном башни. Его сейчас не видно. Я переместился на место командира. Как вы видите, я сижу здесь без особого удобства. Места тут не очень много. Осмотримся. Тут находится командирское кресло. Сейчас оно прямо под камерой. Здесь находится привод поворота башни. На этом приводе находится колесо поворота башни. Это запасной способ ручного поворота башни для командира. Снаружи мы видели блоки запуска дымовых гранат. Эта панель управляет одним из этих блоков. Внутри находятся три кнопки. Каждая запускает гранату. Вокруг места командира расположены отсеки для хранения вещей. Тут хранился противогаз. Неподалеку располагались ракетница и личное оружие. Сейчас мы постараемся развернуться. Но, как помните, снаружи мы видели амбразуру, через которую командир мог вести огонь из личного оружия. По периметру расположены смотровые приборы. Снаружи мы видели, что их шесть штук. Если чуть подняться, то виден индикатор азимута. По периметру башенки командира расположены цифры от одного до двенадцати. Они тут, сверху. Последнее, что хочется отметить на месте командира, вот этот тонкий лист металла. Он установлен тут для защиты командира от возможных попаданий в башню. Он давал небольшую дополнительную защиту. Теперь мы на рабочем месте заряжающего. Отметим ключевые моменты. Как мы уже говорили, одним из главных достоинств Тигра было очень мощное 88-мм орудие, установленное на танк. Давайте осмотрим сам затвор. Прямо над ним вы видите транспортный фиксатор орудия. Он нужен для закрепления орудия при переездах танка, чтобы предотвратить повреждения. Как я уже говорил, отдача от 88-мм пушки была большой проблемой при установке ее на ходовую. Для компенсации на орудие были установлены противооткатные устройства и дополнительный амортизатор. Я обязательно покажу также индикатор отдачи, но позже. Осмотрим важные детали. Прямо на полу расположен лоток. После выстрела в него падали гильзы от снарядов. Прямо из затвора. Справа от затвора находился предохранитель. Он очень-очень простой конструкции. Заряжающий включал его, тем самым замыкая электрическую цепь и подготавливая орудие к выстрелу. С правой стороны мы видим крепление для пулемета МГ-34, хотя сейчас он не установлен. Судя по отчетам, с этим пулеметом на «Тигре» было много проблем. Его часто заклинивало. Возможно, вы заметили цифру 2 справа от крепления пулемета. Если вы обратили внимание, пока мы ходили по танку, по всему корпусу «Тигра-131» расположены цифры. Цифры идут от 1 до 14. Они обозначали 14 вещей, которые надо проверить перед началом форсирования глубокой воды на «Тигре-1». То есть нужно было подготовить 14 точек перед погружением в воду или форсированием. Перейдем вправо, и тут мы снова видим цифру. На этот раз это цифра 8. Она обозначает смотровой прибор, который мы видели снаружи. Изнутри у заряжающего был не очень хороший обзор. У него было свое кресло, но сейчас оно сложено. Оно откидывается и раскладывается вот тут. Здесь боеукладка. В «Тигре» могло храниться до 92 снарядов. Обычно брали поровну осколочно-фугасных и бронебойных снарядов. Хранятся они во многих местах. Несколько боеукладок находятся под полом. Часть снарядов хранится позади мехвода. И еще часть расположена на специальных стеллажах по периметру башни в надгусеничных полках. Вот тут как раз установлен один снаряд для примера. Он защелкивается. Достать его очень легко. Как я уже говорил, одним из самых сложных процессов на «Тигре» было пополнение боекомплекта, когда заканчивались снаряды. Переходим на правую часть. Тут находится еще один противогаз, и мы видим внутреннюю часть люка аварийного выхода. Это очень полезный элемент конструкции. И, как я уже говорил, он очень-очень тяжелый. Сверху и справа от него находится воздухозаборный вентилятор, который мы видели, когда были снаружи. Справа от меня находится корпус пружины балансира орудия, который является, по сути, огромным амортизатором. И последнее о месте заряжающего. Я отойду, чтобы было видно. Тут установлена кожаная накладка, которая смягчала удар от вылетавших из затвора снарядных гильз после выстрела. Они собирались в этот упомянутый ранее лоток. А вот и индикатор отдачи, который я обещал показать. Что интересно, его конструкция особо не менялась на большинстве танков. Индикатор отдачи помогал работе затвора при помощи гидравлики. Он показывает, насколько сильно гидравлическая жидкость реагирует на отдачу. Предельное значение — 620 мл. Сам индикатор уже на 580 переходит в режим прекращения огня, указывающий на наличие проблем в системе. Продолжение следует... Продолжение следует...